МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа события. В студии Юрия Конгроффа. Вот основные темы. Несчастный случай или преступление? В микрорайоне Заря раздался взрыв, не обошлось без жертв. Все люди, естественно, с этого пролёта стали выскочивать на балкон и смотреть. Решение проблем начинается с их обсуждения. Пообщаться с представителями местного самоуправления в Пензенскую область прибыл член Совета Федерации Вячеслав Тимченко. Какие вопросы требуют наиболее экстренное решение с точки зрения социального обеспечения? И как пример доступность медицинских услуг на селе. В Сердобском районе заработал новый ФАП. У него полностью сейчас здесь новое оборудование, новая мебель. Начнём выпуск с чрезвычайного происшествия. Накануне поздно вечером в доме номер 103 на улице Новосёлов в микрорайоне Заря прогремел взрыв. К сожалению, не обошлось без жертв. Один человек погиб. Другой в результате происшествия был ранен. Сейчас в причинах произошедшего разбираются следователи. Побывала на месте и наша съёмочная группа. Оказавшись рядом с домом номер 103 на улице Новосёлов, сложно предположить, что здесь произошла трагедия. Стёкла целы, других внешних разрушений тоже не найти. А между тем, накануне вечером в квартире на третьем этаже прогремел взрыв. Обнаружить повреждения внутри так же тяжело, как и с улицы. На первый взгляд, ничего не пострадало. Но на самом деле, именно квартира номер 11 по улице Новосёлов, 103, стала местом трагедии. Всё произошло около 10 часов вечера. Тех, кто видел момент взрыва, оказались единицы. Одна из них рассказывает, что сидела на балконе и вдруг в окне дома напротив увидела яркую вспышку и услышала громкий хлопок. Все люди, естественно, с этого пролёта стали выскакивать на балкон и смотреть, что тут машины стали сигналить. Ну, это потом, ну, прошло минуты, может быть, три, ну, максимум пять, выскочил парень в одних плавках. И, в общем, футболка в руках. И там женщина на улице, которая говорит, «Перевяжите меня, перевяжите весь в крови». Раненым оказался хозяин квартиры. Врачи, прибывшие на место, оказали ему помощь. Однако спасти ещё одного мужчину, находившегося там же, уже не смогли. К счастью, соседние квартиры и их жильцы не пострадали от взрывной волны. Ущерб им нанесла лишь вода, которая вылилась из разорванной трубы и затопила нижние этажи. Некоторые до сих пор не могут прийти в себя и просят не показывать их лица. Мне позвонили вечером, сказали, что вашу квартиру затопили. Но их никого на улицу не пускали. Вернее, домой не пускали. И все сидели на это, около дома. Их, наверное, уже в 12 часов пустили. Пожарка здесь была. Ещё тут-то. В общем, в 19 часов, наверное, их только пустили. О состоянии здоровья хозяина квартиры, а также о причинах произошедшего, пока точно неизвестно. Разобраться в этом предстоит следственным органам. Происшествием на дорогах за минувшие выходные в Пензенской области произошло пять аварий, участниками которых стали несовершеннолетние. В двух из них дети были пассажирами транспортных средств, в трёх – велосипедистами. Одно из ДТП случилось в самом центре города. Под колёса немецкого микроавтобуса угодил семилетний мальчик. Ребёнка доставили в больницу с различными травмами. А это кадры столкновения двух легковушек на улице Курортной. Одним из пострадавших стал четырёхлетний ребёнок. Уважаемые водители, если вы перевозите в салоне автомобиля ребёнка, проявляйте дополнительную осторожность и неукоснительно соблюдайте требования правил дорожного движения. Кроме этого, в обязательном порядке используйте детские удерживающие устройства. Уголовного наказания вряд ли сможет избежать 22-летний житель Пензы. Молодой человек украл из магазина по продаже электронной техники, расположенного в Ленинском районе областного центра, пять внешних аккумуляторов для зарядки мобильных устройств. Момент преступления попал в объективы камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как, убедившись, что за ним никто не наблюдает, зломышленник берёт с витринной товары и чуть позже кладёт их в сумку. Как ни в чём не бывало, проследовал мимо кассы, направился домой. Сотрудники торговой точки обнаружили пропажу уже спустя несколько минут и вызвали полицию. Задержанный в ходе допроса дал признательные показания и пояснил, что остро нуждался в финансовых средствах и намеревался продать похищенное. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Санкции статьи Уголовного кодекса предусматривают наказание в виде решения свободы до двух лет. К другим темам. В селе Зелёный дол открылся современный модульный ФАП. Условия в нём не идут ни в какое сравнение с теми, что были в действующем до этого долгие годы медпункте. Причём на примере этого небольшого населённого пункта в Сердобском районе можно увидеть, как при поддержке федерального центра и областных властей в отдалённых уголках региона идут преобразования. Уже заключён ряд контрактов по программе комплексной развития сельских территорий. Впереди возведение жилья и создание необходимой инфраструктуры. Протекало со второго этажа, потому что здание заброшено, мы там функционировали только одни. Всё текло на голову. Я обычно приходила и начинала выжимать полы, и там всё в воде стояло у меня. Внутри никаких условий, да и снаружи не лучше. Кирпичи со второго этажа так и норовят сорваться вниз. И такое уже не раз бывало. Не просто в старом строении, а в аварийном располагался фельдшерско-акушерский пункт села Зелёный Дол. Теперь принимать пациентов будут по соседству в новом модульном здании. Ждали открытия давно. Этот фаб для нас – это спасение. Не нужно искать транспорт какой-то, чтобы добраться. Нам не нужно это выстаивать в очередях. То есть мы приходим сюда, и Наталья Васильевна нам оказывает весь тот спектр услуг, который нам нужен. Ну, конечно, узкие специалисты – это уже в город, а всё, что необходимо, первая помощь какая-то, да, всё мы можем получить здесь. Это очень удобно. Фаб оснащён по последнему слову техники и согласно стандартам оснащения фельдшерских здравпунктов. У него полностью сейчас здесь новое оборудование, новая мебель. Значит, фаб отапливается у нас с помощью электротенов. Достаточно просторно, светло, имеются жалюзи и созданы все комфортные условия для работы фельдшера. Переносной электрокардиограф, физиотерапевтическое оборудование, аппараты для стерилизации инструментов, наборы для оказания неотложной помощи. Теперь для медицинского обслуживания сельчан, а также для проведения диспансеризации и вакцинации населения есть всё. Сейчас в зелёном доле проживает чуть больше 200 человек. В скором времени их количество может существенно увеличиться. Этот населённый пункт, он вот-вот уже получит как бы второе рождение, может быть, дальнейшее развитие. Почему я так говорю? Потому что у нас сейчас здесь строится посёлок целый для тех работников, которые у нас будут работать на крупном сельхозпредприятии, которое здесь у нас в районе не так давно открылось. Это как бы ответная мера, наверное, со стороны власти. Это поддержка бизнесу, та, про которую очень часто говорится, всего в проекте 48 домов, из которых сейчас строится 20. Мы на ФАПе не останавливаемся. В селе будут построены детская площадка, спортивная площадка. Программа «Чистая вода» даст воду селу. И это даёт нам надежду, что село будет в дальнейшем развиваться. Сюда уже сегодня приходят молодые специалисты. Всего до конца года, благодаря реализации программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» в Сердобском районе установят семь ФАПов. Они заработают в сёлах Карповка, Новая Студеновка, Зелёновка, Гулёновка, Секретарка и Соколка. А в Пригородном, Мещерском и Рощино построят три модульных врачебных амбулатории. Чтобы обсудить насущные проблемы и пути их решения, в Пензенскую область прибыл председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко. Он провёл рабочую встречу с представителями органов местного самоуправления и активными гражданами в Бессоновском районе. Присутствовала на ней и наша съёмочная группа. Коммунальные проблемы строительства дорог и жилья, развития городских и поселковых инфраструктур, вопросы, за решением которых чаще всего обращаются жители районов области, подняли и в Управление образования Бессоновского района. Здесь, за круглым столом местных чиновников и неравнодушных граждан, собрал председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко. Цель встречи – понять, каким сферам следует уделить более пристальное внимание. Какие перспективы реализации национальных проектов? Какие вопросы требуют наиболее экстренного решения с точки зрения социального обеспечения, с точки зрения решения других проблем в дорожном строительстве, в образовании? Вячеслав Тимченко отметил, что и сделано уже немало. Беспрерывная реализация национальных проектов, большинство из которых инициированы партией «Единая Россия», значительно повысила уровень и качество жизни граждан по всей стране. Во многом благодаря тому, что руководители на местах, что называется, держат руку на пульсе и своевременно реагируют на запросы населения. Мы участвуем в этих проектах давно, начиная, как эта программа, это наша областная есть, это чистая вода, где отработали полностью вместе с МОК «ЖИЛС» 27 километров водопровода провели, поставили, 4 вода на руль пашни, то есть водоснабжение здесь на уровне. Потом по программам было отсыпано 5 километров дорог в селе Вайзерки местного значения. И вот последнее, для того, что работая с молодежью, мы здесь поставили детские площадки, спортивные площадки, которые с участием нашего населения. Встреча за круглым столом длилась около часа. За это время собравшиеся задали сенатору все интересовавшие их вопросы. Один миллион тонн зерновых уже собрали пензенские аграрии. Это при том, что обработано всего 25% пассивных площадей. Таким образом, наш регион уже лидирует в Приволжском федеральном округе как по темпам уборки, так и по урожайности. Несмотря на сложные погодные условия, в 2022 году намерены добиться рекордных показателей. А вот у многих дачников на их участках этим летом возникли проблемы. Но их еще можно решить. Как знает автор и ведущая программы «Наши сотки» телеканал «Экспресс». Ценные советы не на арестовой в следующем сюжете. Огурец сорта «Подарок». Его отличают крупные пупырышки на кожуре и светлые полоски ближе к вершине плода. На даче у Нины Аристаровой их не так много, но хорошо, что вообще есть. Многие огородники жалуются на не очень удачный урожай. Данное растение весьма чувствительно к перепадам температуры. Но еще можно все исправить, уверяют специалисты. Чтобы продлить плодоношение огурцов, центральную плеть прищипываем. Это простимулирует образование боковых отростков, которые нам дадут прибавку к урожаю. Сейчас огурцы много выбрали калия из почвы. Начинаются появляться деформированные плоды. У многих образуется так называемая талия, многие кривые. Это признаки дефицита калия. Сейчас огурцам даем калийные удобрения, фосфорные удобрения, но не азот. Под действием азота встанут огромные листья, и огурцы пристают цвести. Еще один совет. Если листья начинают желтеть, а на них появляются пятна, их лучше срезать. Не нужно забывать и о поливе, но не стоит с ним перебарщивать. Сейчас все будет зависеть именно от августа. Будет он теплый и жаркий, мы будем с помидорами. Будет он холодный и дождливый, хорошего урожая не жди. Перец в середине августа лучше всего накрыть укрытым материалом. И держать его можно до заморозков. Тогда там сформируется и вызрит большое количество перцев. А эта культура самопыляемая, ей не нужны ни пчелы, ей не нужен никто. Она опылит сама себя. Как бы там ни было, выращенные своими руками, совсем скоро нужно будет убирать на хранение. Зимой собственные консервы и соленья обогатят любой стол. Теперь о ситуации с распространением в регионе COVID-19. Кривая заболеваемости продолжает стремиться вверх. Так, за минувшие сутки коронавирус подтвержден у 70 пензенцев. Это максимальный показатель почти за три последних месяца. Также, согласно данным оперштаба, госпитализирован 31 человек. Еще 12 тем временем успешно завершили лечение. Всего же в списке выздоровевших за весь период пандемии 182 664 жителя Сурского края. Уровень младенческой смертности в Пензенской области один из самых низких не только в стране, но и в мире. Во многом благодаря современному оборудованию и передовым технологиям, которые в работе используют медики. То, как свести этот показатель к нулю, обсуждали сегодня в перинатальном центре. Сложные клинические случаи обсудили с главным внештатным специалистом-неонатологом Минздрава России Дмитрием Ивановым. Преждевременные роды и, как следствие, маленький вес, слабый организм и врожденные пороки развития – основные факторы, которые влияют на показатели младенческой смертности. В нашем регионе умирают лишь 3-4 малыша из тысячи появившихся на свет. Такой статистикой не могут похвастаться даже многие страны Европы. Это выдающийся показатель. Он ниже, чем во многих европейских странах. Он ниже тот, который у нас целевой по стране, который определен президентом нашей страны, к 2024 году, 4,5 в целом по Российской Федерации. И этот показатель, например, практически в два раза меньше, чем в Соединенных Штатах Америки. В три раза меньше, чем в Китае. Как свести этот показатель к нулю, обсуждают в Пензенском областном перинатальном центре. Главный внештатный специалист, неонатолог Минздрава России Дмитрий Иванов поделился своими взглядами на то, какими навыками должны обладать врачи, чтобы принимать правильные и своевременные решения. Ведь они борются не за статистику, за каждым показателем жизни маленьких пациентов. Медицина постоянно совершенствуется, появляются новые технологии и методики, обновляется оборудование, и детские врачи должны идти в ногу со временем. В этом году два наших доктора будут направлены на обучение как раз в институт Дмитрия Олеговича. И мы надеемся, что они уже приедут оттуда с совершенно другими познаниями, с новыми технологиями, и их клиническое мышление совершенно изменится. В ходе беседы также обсудили алгоритм взаимодействия с федеральными медицинскими центрами при оказании необходимой помощи маленьким пациентам в тяжелом состоянии или со сложными заболеваниями. Далее немного рекламы, а после нее спортивные новости. Их вам расскажет Петр Голубев, а я с вами прощаюсь. До встречи. Только до 15 августа в медицинском центре здоровья на Кижеватова 23Б скидка 20% на компьютерную томографию. Запишитесь по номеру 45 0303. Жилой комплекс «Супернова». Квартиры с готовой отделкой бизнес-класса. Большой выбор планировок. 8 вариантов отделки. Дизайнерские холлы. Огороженная территория. Детские и спортивные площадки во дворе. Ипотека от 0,01%. Звоните. 50 58 26. «Супернова». Перемены к лучшему неизбежны. Служба по контракту в вооруженных силах Российской Федерации. Достойная заработная плата. Пенсионное обеспечение. Социальные гарантии. Служба по контракту. Твой выбор. Сложные ногти. Трещина на стопах. Мозоли. Натоптыши. Аппаратный педикюр. Решение проблем в день обращения. Подофикс. Ладожская 105. Телефон 992-982. Инвестировать разумно – значит анализировать бумаги и следить за портфелем. Звучит сложно, но это не проблема. Ведь все это уже умеет ваш профессиональный трейдер. Готовые стратегии на Камон.ру. Удобный сервис для разумных инвестиций. Здравствуйте в студии Петр Голубев и в ближайшие несколько минут о главных спортивных событиях. Сильнейшие велосипедисты страны собрались в Пензе для участия в финальных заездах 11-летней спартакиады учащихся по BMX. Соревнования состоялись на велотреке «Сатурн». За их ходом вместе с болельщиками внимательно наблюдала наша съемочная группа. Показать свои лучшие результаты и не подвести сборную области. На участниках состязаний 11-летней спартакиады учащихся по велоспорту BMX – двойная ответственность. Помимо победителей в личных зачетах, в финальных заездах выявляют и лучшую команду из регионов страны в нескольких категориях. Подсчет очков идет среди субъектов Российской Федерации. Они поделены на три категории населения до 1 миллиона. Подсчитывается 1,5 миллиона. И свыше двух, там уже Москва, Питер, как бы подсчитывается по разным регионам. Пенза традиционно в числе сильнейших на виду с Москвой, Санкт-Петербургом, Мордовией. Тем не менее, фаворитов на этих соревнованиях выделить сложно, поскольку финальный заезд бывает непредсказуем. В воле и случая даже не самый титулованный спортсмен может оказаться на пьедестале почета. Анастасия Акимова из Краснодарского края гонками занимается меньше года. Однако уже не раз входила в десятку сильнейших на различных соревнованиях. Девушка считает, что постигла главный секрет успеха в велоспорте BMX. Главное, чтобы не было страха. Даже без техники можно крутить и приехать к финишу. Главное не бояться идти к финишу. Техника тоже нужна, но страх самое главное преодолеть. Спортсмены старались выложиться, что называется, по полной. Как правило, именно такие соревнования становятся для талантливых велогонщиков трамплином в большой спорт. Тем более, что за заездами наблюдал главный тренер сборной России по BMX-спорту. Он отметил, что уровень молодых атлетов растет с каждым годом, как и число желающих заниматься. Велосипедный спорт BMX развивается. У нас появляются новые дисциплины. Помимо гонок, которые мы сегодня наблюдаем, у нас появляется новая дисциплина BMX Freestyle Park. В прошлом году Россия удостоилась чести проведения чемпионата Европы. И на своем домашнем чемпионате мы завоеваем второе и третье место чемпионата Европы. Участие в этих состязаниях приняли мальчики и девочки от 13 до 16 лет. Всего 70 спортсменов из 13 регионов страны. Матч в борьбе за лидерство в турнирной таблице чемпионата России по регби. Сразу после победы над красноярским Енисеем СТМ «Локомотив» провел еще одну важную встречу. В Казани железнодорожники играли с местной стрелой. В первом тайме команды реализовали по три штрафных. Ну а единственная попытка осталась за хозяевами поля. Во второй половине они еще раз донесли мяч до чужой зачетки и, казалось бы, обеспечили себе комфортное преимущество. Но здесь включилась атака пензенцев. За 13 минут до конца Тиан Вандермерве приземлил мяч в зоне. На 70-й его успех повторил Ильяс Пандерашвили. А когда до истечения основного времени оставались считанные секунды, победу дружине Александра Янюшкина принес Владимир Гераськин. После видеопросмотра судья попытку засчитал, и она оказалась последней в этой игре. 27-26. Локомотив одерживает победу в противостоянии лидеров. Следующий матч пензенцы проведут 14 августа на своем поле против Красного Яра. Это все события к данному часу. Еще больше новостей вы найдете на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба. Субтитры предоставил DimaTorzok Комплекс Красные Холмы